Через неделю мы уже соберем всех инженеров, специалистов, технодзоров и уже более подробно составим дорожную карту и только будем идти по дорожной карте. Поэтому если в Дагестане есть хорошие технодзорщики, сметчики и так далее, тоже могут присоединяться, кто хочет получить работу, то у вас тоже она есть, да, ребята? И выберем лучше, и иншаллах с помощью Всевышнего. Надеемся, что у нас через неделю работа уже в первый час начнется работа. Как только мы рассмотрим техническую документацию, составим дорожную карту, мы сделаем специальный сайт, где будем показывать, в какие сроки что мы будем сдавать. Все распишем будет. Хочу еще своему другу Сульману сказать большое спасибо. Это великое дело для всех мусульман, особенно для Дагестана. И действительно мечет имеет огромное значение. А Лезис, я вижу, очень хорошие к берегу моря выходят. Проект интересный. Поэтому считаю, что решение Сульмана для всех нас очень правильное. И с помощью Всевышнего она всех и объединит. И мы построим то, что будет со своим миром всех мусульман созвод в этот центр. Ну, как Хазири Магомедович сказал, ознакомились, поверхностно осмотрели. У нас есть распечатанный проект документации. То, что мы до сих пор сделали, достигнули, мы представим. Как прежде было сказано, соберемся и дальше будем начало двигаться. Как нам представители подскажут, совместно будем работать. Ну, мечеть, в общем, рассчитана приблизительно от 17 тысяч до 23, можно сказать. Аллея от мечети до моря где-то полтора километров. Средняя часть, шириной 8 метров уже плитка проложена, деревья посажены. Вот буквально на этой неделе мы хотим начать второй ряд деревьев. И, то есть, уже до транспорта части, до дороги, уже дальше будем по проекту и сажать деревья, и укладывать плитку. В конце аллеи тоже вот по проекту фонтанная часть, ну, зона досуга, отдыха, где могут те, кто, то есть, отдыхающие могут сесть, там, чай попить, прогуляться в набережной, которая там с будущим, ну, надеемся, будет соединяться с, скажем, центром Махачкала и с Каспийским. Хочу просто дополнить. Я просто слышал, деньги у меня не будут. Деньги будут на фонде. Моя задача только смотреть, чтобы правильно строили. Если больше нет, то все спрашивают, что деньги у тебя не будут у меня. Моя задача, и не нужна они мне, моя задача только смотреть, организовать, чтобы правильно построили и сроков, чтобы не сбивались. Все, другой задачи нет. Коллектив Духовного Центра в первую очередь выражает благодарность, в первую очередь, с Юшимом Аллаху, аль-Хамду лиллях. Мы благодарим Сулеймана Абусавидовича за то, что на себя взял такой грандиозный, значимый проект. И приехали к нам представители. Хочу повторить, что те люди, которые думают, что мы будем деньгами распоряжаться, это неправильная информация. Есть люди, которые обсуждают, могут обсуждать. Поэтому мы представим проект, обсудим, как они подтверждят по дорожной карте, по плану будем двигаться. А деньги будут они направлять на те нужды, на материалы, за работу, они будут распоряжаться. Мы будем помогать им в этом плане. Поэтому, чтобы на все вопросы были ответы и понимания. Аль-Хамду лилляхи раббил алемин. Аль-Хамду лилляхи раббил али-хи и али-хи и али-хи и сахтхи и салям. Хус и Вишна к обуви. Аль-Хамду лилляхи. Аль-Хамду лилляхи.